МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зелёный патруль, сотрудники лесничеств и правоохранительных органов перешли на усиленную охрану хвойных насаждений. Книжки «Добрые любить» и «Воспитанными быть» учат в школе гимназии номер 18. В Талдыкургане прошёл литературный конкурс «Цель привить подрастающему поколению любовь к чтению». В настоящее сказочное путешествие отправились сегодня ребятишки из разных районов области. В Талдыкургане прошла президентская ёлка, в которой приняло участие 200 школьников. В том числе ребята из малообеспеченных семей, дети-сироты, отличники учёбы, победители международных и республиканских олимпиад. После видеопоздравления президента всех собравшихся с наступающим Новым годом поздравил Акимобласти Аман Дагбаталов. Все подробности в нашем следующем материале. У центрального входа во дворец порта «Жастар» по-новогоднему праздничным. Здесь расположились снежные скульптуры и большие ростовые куклы. Дед Мороз, Снегурочка и мультипликационные герои. Но самое интересное ждало ребят впереди. По традиции встретили школьников любимые персонажи из сказок. Особенно торжественным для каждого из участников праздника стало поздравление президента страны. Нурсултан Назарбаев пожелал ребятам учиться и ценить самое главное – дружбу. Счастья, благополучия и высоких результатов в учёбе пожелал ребятам и Акимобласти Аман Дагбаталов. Дорогие маленькие наши дети, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам, чтобы вы учились так же хорошо, чтобы вы были воспитаны, чтобы вы всё время искали новые знания, новые какие-то открытия делали, и чтобы вы были примером для своих ровесников. И мы всегда, старшие ваши отцы, ваши родители, ваши близкие люди, гордились вами. Несомненно, главным украшением праздника стала высокая новогодняя ель. Впрочем, всё убранство зала восхищало собравшихся. Концертная программа же была поистине захватывающей. Только что в трогательном вальсе кружились белые снежинки. И вот уже под ритмичную музыку весь зал танцует зажигательный танец. С восторгом встретили школьники-фокусников. Особым подарком для всех стало выступление артистов Алматинского цирка. Казалось бы, традиционный праздник. В области всегда стараются проводить по-особому. В этом году мероприятия были рассчитаны на два дня. В проведении президентской ёлки сюда стараемся внести какое-то новшество. Вчера вот, когда я встречал драматический театр имени Бекен Римова, им специально было представлено представление для наших детей. Все дети очень довольны, радостны. Я думаю, с очень хорошим настроением поедут домой. В этом году в президентской ёлке приняли участие 200 детей, которые приехали в областной центр со всех районов области. Но сегодня их было не узнать. Ушкетёры, феи, принцессы и рыцари. И надо сказать, что все они остались в полном восторге от удивительного праздника, участниками которого стали. Мне на ёлке пел вязь, мне всё понравилось. Нам подарили эти подарки, мне здесь есть. А что я там понравилось? Фокусники. У меня сегодня настроение очень хорошее, потому что сегодня праздник, ёлка президентская. Мне там всё нравится, потому что там весело и хорошо. Мне здесь понравилось самое большее – это фокусники. Как они меняют цвета в другие платья. Каждого из участников праздника ждал новогодний подарок – кулёк со сладостями и зимняя одежда. Впрочем, не менее приятным дополнением к яркой концертной программе стало и новогоднее чаепитие. Всех ребят угостили большим тортом, сладостями и фруктами. Надежда Белова, Жасулан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. Как исполняются просьбы населения Акимами на местах? Это стало одной из главных целей поездки Акимобласти в посёлок Лепса Сарканского района. Год назад на отчётной встрече местного руководства с жителями было поднято два проблемных вопроса. Одна из старейших школ нуждалась в капитальном ремонте. Остро стоял и вопрос с нехваткой квалифицированных врачебных кадров. Как удалось решить насущные проблемы сельчан, Акимобласти проконтролировал лично. Вопросы необходимости капитального ремонта старейшей школы посёлка Лепсы местные жители подняли год назад. Обветшалая крыша дала течь и ремонт школе нужен был как воздух. Просьба попала на стол Акимобласти и не заставила себя долго ждать. Капитальный ремонт на 184 миллиона тенге бюджетных средств буквально дал зданию новую жизнь. Акимобласти проверил качество строительных работ и остался доволен. Не просто красота и уют отныне отличают учебные классы. Материальное оснащение не хуже городских. Сегодня признаются педагоги, их школа одна из лучших в районе. Этот год очень радостный и для меня лично, и для наших учителей. Потому что в этом году нам сделали капитальный ремонт. Капитальный ремонт в этом году, а в этом школе давно уже не было. И мы радостны, что в этом году у нас школа новая, теплая школа, светлая школа. И нам помогает в этом году материальная база у нас новая. По району могу похвастаться, и по области у нас очень хорошая школа сейчас. Решится уже в январе должен и вопрос с очередностью местной ребятни в детские сады. Капитальный ремонт школы расширил территории. И с нового года здесь откроется дополнительная группа на 25 мест. Результаты так необходимого дошкольного образования налицо. У четырехлетних малышей гимн страны отлетает от зубов. По плечу им и патриотические стихи о Казахстане. Я Казахстан теперь ждет, злойным солнцем опален, Встречая новую зарю, как беркут гордо я парю. О планах по улучшению качества образования Акимобласти говорил с коллективом. В приоритете внедрение инновационных технологий и улучшение показателей ЕНТ. Школа имени Ушинского, впрочем, не подводит. Из 30 в районе она третья по успеваемости и результатам единого тестирования. Почти 83 балла итог прошлого года. В этом, уверены, педагоги будет не меньше. Тем более и стимул есть. Нового года объявил в своем недавном послании президент Казахстана. Зарплата педагогов вырастет на 30%. Заверил учителей Амады Гбаталов и в том, что все обязательства перед жителями области будут выполнены. Ни один нужный социальный проект не будет заморожен. А липсы и вовсе вскоре ждут большие перемены. Туризм становится одной из главных перспектив развития. Уже разрабатывается генеральный план застройки побережья озера Балхаш. В ближайших планах строительство дороги, открытие новых объектов бизнеса и увеличение рабочих мест. О планах на перспективу Акимобласти говорил и на встрече с медиками. Немало долгожданных новостей обрадовали коллектив. Благодаря программе Нурлжол мы планируем капитально отремонтировать 140 километров дороги. От Талдыкургана до Балхаша уже разрабатывается проектно-смертная документация. Это будет трасса нового поколения. Она непременно даст толчок развитию туризма в этом регионе. Балхаш уникальное озеро. А строительство комфортабельных пансионатов и развитие инфраструктуры увеличит поток туристов в разы. Это даст новую жизнь вашему поселку. Новые объекты бизнеса откроют новые рабочие места. А приток инвестиций – залог успешного развития региона. Особое внимание Мандык Баталов уделил вопросу оснащенности больницы квалифицированными кадрами. Еще год назад на отчетной встрече с населением этот вопрос был одним из самых острых. В поселковой больнице было всего два врача. Сегодня семь. В штат пополнили молодые специалисты – кардиолог, педиатр, врач общей практики и два терапевта. А словом, отныне проблема с квалифицированными врачами снята с повестки дня. Молодцы. Кадровый потенциал есть. Сейчас на обучение дополнительно… Вот мы сегодня буквально смогли полюбешно разговаривать. Надо обучить одного на УЗИ, чтобы мог хотя бы здесь у них портативный УЗИ есть, малейшие какие-то поверхностные посмотреть, диагнозы поставить. Для этого мы сейчас обучим. Показательным стал и пример местного предпринимателя. Руслан Сеттебеков уехал некогда из поселка за счастливой жизнью в город, но недавно вернулся. Открыл пекарню, вместе с ним магазин, строит гостиницу и уже запустил единственную в Лепсах – парикмахерскую. Работу здесь обрели 12 местных жителей. Бизнес пошел в гору. Теперь это самый продвинутый торговый комплекс в поселке. Да и самый популярный приемлемые цены – хлеб малообеспеченным бесплатный. Это не маркетинговый ход, поясняет молодой человек, а принцип жизни. Комплексно можно будет брать население, то есть объемом, хорошим, качественным продукциям и минимальным маржой, чтобы более было доступно. Так как именно я местный, можно сказать так, поэтому решил удивить народ, обрадовать народ, чтобы именно построить в сельской местности более такой компактный, красивый магазин, чтобы было со всеми удобствами. Если душой ко всему относишься, то она даст тебе прибыль. И самое немаловажное – то, что открылись новые рабочие места. Аким области высоко оценил инициативу молодого предпринимателя и отметил – это именно то, о чем говорит президент. Даже в самой глубинке можно наладить бизнес, было бы желание. Есть и поддержка государства. И уже вскоре планирует воспользоваться начинающий бизнесмен и запустить в новом году еще один проект, который, впрочем, пока держит в секрете на удачу. Наталья Хоменко, Жуслан Ченгинжинов и Абзал Нусипов. Телекомпания ЖТСУ. Сарканский район. Продолжаем выпуск. О развитии туризма говорили сегодня на заседании Акимата. Потенциал области огромный, но вот используется он сегодня по минимуму, отметил глава региона, и поставил перед руководством районов, а также ответственными лицами, на местах ряд задач по улучшению туристической привлекательности регионов. Уже к 2018 году туристический поток в Алматинской области должен быть увеличен как минимум на 20%. Разговор по существу Акимобласти подчеркнул. Туризм отныне одна из самых приоритетных сфер развития. Но проблем здесь пока немало. Главное, низкий уровень въездного туризма. Да и внутренний необходимо увеличить в разы, как минимум на 20% уже через два года. Тем более, что потенциал огромный, начиная с Тиньшанских гор и до знаменитого на весь, по крайней мере, бывший Советский Союз Алакуля. 13% от всех туристически привлекательных объектов страны расположены в Алматинской области. Тем временем въездной туризм не превышает и 1%. Впрочем, заверили эксперты, это только начало. За 9 месяцев 2015 года объекты туризма посетили около 200 тысяч посетителей. И рост составил 34%. Ожидаемый план туристико-оздоровительных услуг достигнет 4 миллиарда тенге с ростом к периоду 2014 года на стоит 3,3%. В 2015 году в области введено в эксплуатацию 26 новых объектов туризма на общую сумму 6,1 миллиарда тенге за счет частных инвестиций с прогнозом общего посещения 91 тысяч человек. Показательный пример интенсивного развития туризма уже есть. В этом году из бюджета выделили средства на строительство инфраструктуры на побережье Алакуля и наладили железнодорожное сообщение. В итоге поток туристов вырос сразу в 1,6 раза. Уже на следующий год до Алакуля можно будет добраться самолетом. Проектно-сметная документация на аэропорт практически готова. Сыграет главную роль в привлечении отдыхающих и новая дорога. Отдохнуть смогут туристы и в первом на территории области, пятизвездочном отеле, построенном за счет частных инвестиций. Напомнил Аким области, присутствующим, и особо подчеркнул, такое взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и власти должны взять за основы все Акимы на местах. Отныне в оценку их работы ляжет и уровень создания туристической привлекательности района. Все туристические объекты, которые строятся, особенно в тех зонах, вот скажем, в Раимбельском районе, Копчегае, побережье Копчегае, Ильи внизу, как строят, какой подход, вот эти вот требования и санитарные нормы, строительные нормы, чисто в архитектурном плане, все желает лучшего, понимаете, все желает лучшего. Так нельзя делать. Каждый участок должен соответствовать. Поэтому давайте, работа в этом плане очень, можно сделать, сильно развернуть, хорошо, но для этого надо, чтобы немного движения было. Особенно актуально микросот и края ЖТС установятся в рамках предстоящей международной выставки Экспо-2017. По предварительным подсчетам специалистов за время ее проведения Казахстан посетят 325 тысяч иностранных туристов. Акимовласти поручил проработать ряд новых туристических маршрутов и особое внимание уделить пригородной Калматы-зоне. Копчегае сегодня остается самым привлекательным объектом за прошлый купальный сезон. Его посетили более 330 тысяч туристов. Под председательством Акима города Талдыкурган Багдата Карасаева состоялось заседание Акимата, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за 2015 год и задачи на предстоящий период. Основное внимание было уделено развитию сферы образования и культуры. Актив выслушал руководителей этих структур. На сегодняшний день в Талдыкургане осуществляет свою деятельность 47 дошкольных учреждений. Из них 24 государственных и столько же частных. Это более 7200 детей в возрасте до 6 лет. Охват дошкольным образованием составляет более 83%. Прорабатываются вопросы и по привлечению инвесторов для строительства крупных объектов дошкольного образования по линии государственно-частного партнерства. Только так можно решить проблему охвата детей дошкольным учреждением, отметили выступающие. Наряду с этим есть проблемы с действующими детскими садами. Здание ряда дошкольных учреждений требует капитального ремонта. А работникам вспомогательных учреждений необходимы финансовые средства на издание собственных методических пособий. В нашем детском саду воспитывается 360 детей. Из них 79 имеют отполнение в развитии. Это дети с ограниченными возможностями. Нарушение речи, ЗПР, аутистичный синдром. Всего детей в логопедической группах 60. Коллектив творческий, работоспособный. У всех одна цель, чтобы дети здоровыми и хорошо говорящими пошли в школу. Но наряду с успехами есть и проблемы. Проблема номер один стоит. Это более детальное оснащение наших кабинетов и фехтового логопеда. Основные новости экономики далее в нашем выпуске. С ними вас познакомит Асем Кощегулова. Добрый вечер, Асем. Тебе слово. Спасибо, Ашбек. Здравствуйте. 2016 год с экономической точки зрения будет хуже, чем 2015. Уверен главный экономист Royal Bank of Scotland Эндрю Робертс. Об основных причинах подробнее в нашем ежедневном блоке. Экономист отметил, что множество факторов, которые довели на мировую экономику в 2015 году, высокий уровень закредитованности, сокращение торговли, глобального роста кредитования и другие факторы только усилят свое влияние на экономику в следующем году. Однако главный негативный сюрприз, по его словам, будет со стороны нефти. В 2016 году она спустится до отметки 26 долларов, а затем и 16 долларов за баррель. Растет риск того, что это случится уже в первом квартале. Глобальный спрос на нефть, как считает Международное энергетическое агентство, резко сократится, а нефтехранилища уже переполнены. Эксперт советует не забывать и о менее очевидных причинах низких цен на нефть. Ведь в мире стремительно развиваются новые технологии. Например, электромобили могут обрести популярность уже в следующем году, а нефть принадлежит старому миру. Не стоит забывать и о быстром росте популярности использования солнечной энергии, добавил он. Одним словом, по мнению эксперта, стоит ждать еще одного резкого снижения цен на нефть. Объем производства Каза Автопрома сократился в разы из-за рекордного объема дешевого импорта. Так, объем производства в отрасли в натуральном выражении за год сократился в три раза. С 33 тысяч за январь ноября прошлого года почти до 11 тысяч за аналогичный период текущего года. В Восточно-Казахстанской области за весь прошлый год было произведено почти 30 тысяч автомобилей. При этом за 10 месяцев 2015 года 6,5 тысячи. А в Кустанайской области 8,5 тысячи и 4,5 тысячи соответственно. По данным экспертов, рост числа легковых автомобилей в Казахстане резко ускорился во второй половине 2014 года на фоне снижения курса рубля относительно тенге. По данным на конец октября, число зарегистрированных в стране легковых авто превысило рубеж в 5 миллионов единиц. Цены на товары из Турции повысятся для казахстанских потребителей. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан сообщил глава Министерства иностранных дел Ирлан Идрисов. По его словам, данное повышение вызвано блокировкой транзита казахстанских грузов на российской границе. Как подчеркнул глава казахстанского МИД, чтобы урегулировать эту ситуацию, они начали активно работать с российскими партнерами. При этом добавив, что бизнесмены и транспортники пострадали не только потому, что им пришлось долгое время стоять на границе без движения, но и потому, что изменение маршрута сказалось на стоимости транспортировки товаров. А это в конечном итоге теперь скажется и на наших покупателях. Ирлан Идрисов отметил, что премьер-министр Сагентаев ежедневно занимается этими вопросами. Это были все новости экономики к этому часу. Далее передаю слово Жбек. Спасибо всем. А мы продолжаем выпуск. В Талдыкургане уже вовсю встречают новый 2016 год. Повсюду установлены елки и развешанные украшения. Так, сегодня 150 лучших учащихся общеобразовательных школ областного центра стали гостями новогодней елки Акима города. Торжество получилось веселым, со сказочной атмосферой. На новогодней елке принял участие и сам мэр областного центра Багдад Карасаев. Он поздравил ребятишек с наступающим Новым годом, пожелал исполнения всех заветных желаний, здоровья и успеха в учебе. Дорогие дети, я искренне рад сегодняшней встрече. Я от души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, благополучия, чистого, мирного неба. Сегодня в нашей стране все сделано для будущего поколения, для наших детей. И сегодня наш президент Нустанович Назапаев поздравил всех детей с Новым годом. И сегодня, я думаю, в нашей стране, в нашем государстве все принадлежит нашим детям. Дети – это наше будущее. Отметим, что ежегодная новогодняя елка Акима города является благотворительной. Сегодня все дети, которые требуют к себе особого внимания, получили новогодние подарки. В набор вошли зимняя верхняя одежда, книги и сладкие кульки. Кроме того, для маленьких газетей организаторы праздника подготовили настоящую новогоднюю историю с участием сказочных героев, насыщенную танцами, песнями и увлекательными играми-викторинами. А новогодний хоровод с зажигательными песнями и танцами стал по-настоящему и забываемым. На дворе снежок идет. Скоро праздник Новый год. Давайте, детишки, встанем и пойдем на Новый год. Добрый дедушка Мороз, вороной весь этот рост. Он спешит сегодня слишком. Вместе с внучкой к детишкам. С него падает снежок, а у дедушки мешок. Днем он каждым из нас по подарочкам припас. Наша елка вся в игрушках и шары на ней висят. Наша елка с Новым годом поздравляет всех ребят. В усиленном режиме несут свою вахту в канун Нового года сотрудники лесничества и правоохранительных органов. Еще 1 декабря ими были выставлены контрольно-пропускные посты на охраняемых территориях. Главная цель – не допустить незаконных прорубок леса, а именно хвойных пород, рассказывает наш корреспондент. Безусловно, главным атрибутом Нового года является празднично украшенная лесная красавица. Именно они в канун праздников нуждаются в защите от браконьеров. С тем, чтобы не допустить незаконных вырубок, на подступах к местам их произрастания выставлены специальные посты. Еще 1 декабря на территории лесных хозяйств и охраняемых землях были выставлены специальные посты, которые будут работать вплоть до 31 декабря. С нами дежурят и сотрудники полиции. Ведем мы визуальные наблюдения за хвойными массивами. На таких мобильных постах досмотру подвергают каждый автомобиль. Защитники леса говорят, такие меры позволили сохранить от вырубок сотни елок. В рамках республиканской акции «Шерша» на территории области действует 23 полицейских поста. Помимо этого, в регионе создано более 40 мобильных групп, в состав 12 из которых входят лесники и егеря. Проведено 73 мероприятия совместно с областным лесничным хозяйством. То есть выявлен один факт в Раймбекском районе, поселке Зумбулак. В данный момент материал зарегистрирован в Раймбекском районе. Возбуждено уголовное дело по статье 340, часть 2. В данный момент ведется доследственная проверка. Следует отметить, что работа по защите лесных массивов от браконьеров проводится круглогодично. Ведь наши леса богаты не только хвойными, но и другими ценными породами деревьев. Антон Хатиновский, Кайрат Костурганов, телеканал ЖТСУ, Тикелли. И еще и с тем выпуском. Накануне были подведены итоги инновационного конкурса «Вэри Innovative People» и определены победители интеллектуального соревнования 2015 года. Данное мероприятие при поддержке руководства Алматинской области проходит у нас уже третий год. За главный приз боролись более 20 участников со всех районов и городов области. Объем грантов инновационного конкурса в этом году составил 5 миллионов тенге. Предприимчивые молодые люди представили свои работы на соцжюри в сфере гуманитарных, технических, экономических и естественных наук. К примеру, новые способы получения электроэнергии и инноваций из биотоплива. Сфера деятельности молодых участников очень разная. Есть и школьники, и студенты, и учащиеся в СУЗов, вузов, молодые ученые, молодые предприниматели. Темы проектов тоже очень разные. Они касаются и специфики Алматинской области, и сельского хозяйства, и строительства, и 3D-моделирования. Очень много интересных проектов. Я думаю, Алматинская область будет представлена очень хорошо. Нурташ Айахметов – научный работник Житцовского государственного университета и победитель инновационного конкурса 2014 года. В прошлом году он презентовал проект под названием «Создание подземной оранжереи и теплицы с внедрением новых перспективных технологий для выращивания плодовой продукции». Его работа была признана лучшей, и он стал обладателем гранта Акима области. В этом году он усовершенствовал прошлогодний проект, представив новейший вариант теплицы термоса. И не прогадал. Главный приз в размере 4 миллионов тенге, и в этом году забрал талантливый и перспективный Нурташ Айахметов. «В прошлом году мы выиграли грант, и на эти средства построили подземную теплицу с внедрением новых перспективных технологий. Теперь в этом году усовершенствовали прошлогодний проект и представили уже полностью автоматизированную теплицу термос. Надеюсь, в дальнейшем она будет применяться в сельском хозяйстве республики». Второе место и сертификат на 750 тысяч тенге достались студентам Житцовского государственного университета. Бронзу и приз в размере 250 тысяч тенге забрала Зульфия Усманова. Отметим, что эти средства будут направлены на дальнейшее усовершенствование проектов молодых ученых и изобретателей. Жбек Турганбекова, Тимур Байбусанов, телеканал ЖИЦО, Талдыкурган. Во Дворце культуры имени Ильяса Жан-Сугурова накануне состоялось торжественное закрытие 11 сезона «Жаслыэль», а также подведение итогов первого семестра студенческого трудового отряда. На мероприятии также были награждены лучшие бойцы отряда «Активная молодежь области» и лучшие работники различных сфер. Все подробности в нашем следующем материале. На торжественном мероприятии сегодня собрались все самые амбициозные, предприимчивые и креативные молодые люди ЖТСУ. За активное участие в продвижении трудового отряда «Жаслыэль» наградили 10 лучших представителей различных профессий. Один из них – Кайрат Абдрахман. За активную информационную работу в социальных сетях ему присвоили звание лучшего блогера. За этот год было проделано немало работы. Мы рады тому, что сегодня, на сегодняшний момент в социальных сетях нам удалось поставить такой проект, как «Полкопроганец», который помогает людям. Благодаря нашей площадке находят свои удостоверения, другие вещи. Благодаря нашей площадке мы стараемся публиковать такие записи, где люди просят помощь. Спасибо «Жаслыэль». «Жаслыэль» я считаю одной из лучших в нашей стране. Это является хорошей мотивацией для нас, для молодежи нашей страны, нашего города. В рядах отряда «Жаслыэль» сегодня трудится более 2800 молодых людей. Это в два раза больше по сравнению с показателями прошлого года. Все они были задействованы в озеленении парков и скверов, а также в санитарной очистке территорий городов и районов области. Объем выполненных работ растет с каждым годом, в результате чего отряд Алматинской области в этом году признан лучшим штабом по республике. Была проделана большая работа. Вот сегодня отмечены все, кто работал, не покладая рук, на протяжении года. Также весомый вклад в строительство парка «Жастар» в Талдыкургане внесли более ста наших ребят, состоящие в студенческом строительном отряде. На этом мы не собираемся останавливаться. Планируем в следующем году также показать самые лучшие результаты. На торжественные мероприятия наградили всех активных работников штаба. Никто не остался без внимания. Также для гостей мероприятия был подготовлен яркий концерт с зажигательными танцами и песнями. Жбек Турганбекова, Майди Байбусынов, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. Брось мышку, возьми книжку. Под таким названием в Талдыкургане прошел литературный конкурс. Данная акция стартовала в областном центре по инициативе преподавателей школы-гимназии номер 18 и при поддержке областного русского центра. В первом своем роде литературном поэтическом соревновании приняли участие ученики семи школ областного центра. Конкурс проходил по двум номинациям. Школьники подготовили видеоролики по пропаганде чтения книг, газет и журналов. И вторая номинация – музыкальная. Учитывая увлечение молодежи, ребятам предложили в виде рэпа написать небольшое стихотворение, рассказывающее о книгах. Независимыми судьями конкурса стали и гости из Барнаульского университета, по мнению которых все конкурсанты справились с заданием на отлично. Победители получили в награду, как и полагается, самый главный и полезный подарок – книги. В первую очередь это направлено на духовное, на нравственное воспитание нашего подрастающего поколения. И хотелось бы отметить, что именно в Доме дружбы стало уже традицией проведения разноплановых мероприятий, не только касающихся традиций, обрядов, этносов, а именно касающихся социальных каких-то вопросов. Наши дети сейчас постоянно проводят время за компьютером, и нам бы хотелось, чтобы сами дети, сами подростки, они обратили на это внимание, что книгу читать намного интереснее, потому что перелистывая эти страницы вживую, это действительно общение с книгой визуальное и больше запоминается. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин